Благослови, Душа моя Господа, Благослови, Иси Господи, Благослови, Душа моя Господа, И вся внутренняя моя, и без святой Его. Здравствуйте, дорогие телезрители! Как-то в новогостях я мельком услышал, что нашим ученым удалось создать такой прибор, с помощью которого можно понять, что хочет сказать человек, лишенный по той или иной причине возможности говорить. То есть человек не может говорить, но с помощью этого прибора нам становятся понятными его мысли, что он хочет сказать. С помощью прибора эти мысли можно трансформировать в слова, можно их написать, можно их перевести даже на любой язык и переслать адресату на любое расстояние. Я подумал, вот как интересно, человек придумал такое устройство, такой прибор, где человек и рта не раскрывал, но уже может поговорить с кем-то, поведать о чем-то, не произнося ни звука. Я так подумал, а что же тогда молитва, когда мы обращаемся к Богу вслух или про себя молча обращаемся к Богу. Ведь Богу ведь, от Бога не скроешься, Ему все ясно будет, и как мы говорим, и что говорим, и о чем говорим, и о чем не говорим, о чем думаем, о чем Ему известно даже о том, что мы не хотели, либо что знал кто бы. У Игнатия Бринчанинова, святеля Игнатия Бринчанинова, есть замечательные слова о молитве, которые вот как-то позволяют нам по-другому взглянуть и осмыслить саму молитву. Он писал, что молитва, как беседа с Богом, сама собою является высоким благом, часто гораздо больше того, что просит человек. И Бог оставляет, не исполняет, не исполняет просимого, и оставляет просителя при его молитве, чтобы он не забыл ее, не оставил это высшее благо, когда получит просимое благо гораздо меньшее. Интересно. Мы-то, когда обращаемся к Богу или к святому с прошением каким-то, у нас больше внимания на само прошение. А вот то, что уже сам факт, что мы общаемся, что мы разговариваем, что мы беседуем с Богом, как-то ходит на второй план. Оказывается, это и есть самое высшее благо. Сама молитва, сама по себе, сама собой. И без, конечно, общения, прямого общения с Богом, невозможно узнать правильный путь, доверяясь только себе, зная, что мы без Бога можем найти то, что нам нужно. Есть такая притча, которая так и называется, «Правильный путь». Один странник остановился пред домом у дороги. В доме шло собрание рабочих, потом вдруг в доме все стихло, рабочие преклонили колено и стали молиться. Но один из рабочих вышел из дома и стал вокруг него ходить. Странник спросил у этого рабочего, что происходит в доме. Рабочий ответил, «Да, рабочие стали молиться, мне стало стыдно, и я вышел». Странник замолчал. Рабочий спрашивает у странника, «А ты что тут, кого ждешь? Странник ответил, да я вот жду, чтобы кто-нибудь вышел из дома, чтобы спросить его о пути. Ну, а почему у меня не спросишь?» сказал рабочий. «Да как может показать истинный путь тот, кто стыдится Бога и своих товарищей?» действительно, без Бога мы не сможем найти правильный путь и правильные ответы на те или иные вопросы, которые ставят нам жизнь. Вот однажды я читал один православный журнал, и там встретил письмо читателя к редакции, в редакцию, где он спрашивает, вот кому лучше обращаться? К священнику или психологу? По мнению читателей, и психолог, и священник часто занимаются теми же вопросами, когда обращаются к тому или миному с вопросами, как решить какие-то проблемы в семье, на работе, или там если что-то случилось, что-то взорвалось, что-то там упало и так далее. Обращаются вот к священнику и к психологу. К кому лучше обращаться? Ну, мне стало понятно, что этот человек, наверное, не часто бывает в храме, а если и бывает, то еще не понял, что храм, церковь, церковь, есть дом Божий, церковь, столб и утверждение истины. И еще сказано о церкови так, и все положил под ноги его и поставил его превыше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем. Тем самым в церкви есть все. В церкви есть слово Божие, в церкви есть таинство, в церкви молитва, в церкви есть священники, с которыми можно пообщаться. и наверное в церкви быстрее поймешь, что причины всех наших бед, всех несчастья является кругом всегда, даже в погоде, человеческий фактор. А точнее грехи человека, которые удаляют нас от Бога, потому что грех не что иное, как противление воли Божией. Отсюда раздражение, отсюда расприи, споры. Если мы хотим чего-то добиться, то нужно терпение, терпение и смирение. В этом отношении показатель случай, который многим известен с нашим святителем Тихоном Задонским. Он когда-то в споре с одним человеком, спор вышел за рамки дозволенного, собеседник разгневался и ударил святителя. Какова же реакция была святителя Тихона? Он встал перед обидчиком своим на колени и стал просить у него прощения. Когда я пытался получить ответ у людей, спроси, вот как, почему святители ударили, святители оскорбили, а почему же он встал перед обидчиком на колени? Почему? По какой причине? Ведь он же полправ святитель. Люди пожимали плечами, не знали как, что ответить. А что произошло? Святитель понимал, что он стал причиной гнева человека. Человек, видимо, был невоздержан, и святитель должен был это понять. Он ввел человека в искушение, и тот разгневавшись ударил. И вот он просил прощения за то, что ввел этого человека в искушение. Ведь Господь нам сказал, что возвышающий сам себя унижен будет, а уничижающий возвысится. Уничижающий сам себя это не тот, который старается казаться меньшим, чем он есть, а тот, который видит свою малость из-за грехов. Вот святитель увидел свою малость из-за того, что он ввел человека, грех совершил, ввел человека в искушение, и он стал просить прощения. И если мы делаем то, что нам говорит Господь, то Господь нам помощник. И он своей благодатью воздействовал на собеседника, на обидчика, святителя Тихона, и тот встал на колени, стал просить у него прощения. Таким образом, они, стоя на коленях, просили друг у друга прощения. Один за то, что ввел человека в искушение, а другой за то, что грубостью ответил. И еще есть такой хороший пример, называется это притча. Притча, которая называется милостыня, пощечина и милостыня. Один монах собирал милостыню для сирот. И вот однажды он пришел к богатому человеку и стал просить милостыню Христа ради для сирот. Этот богатый человек неожиданно ударил монаха по лицу. Монах, оставаясь спокойным, сказал, «И это для меня». А теперь подайте сиротам Христа ради. Человеку стало стыдно, и он дал милостыню. Вот видите, монах, делая правильное дело, получил пощечину, не обиделся, он это воспринял как милостыня для него. смирился и сказал, «Это для меня, а теперь подайте сиротам Христа ради». И получил просимое. То есть, на первый взгляд, казалось бы, проявил слабость, а на самом деле нет. Он добился того, что он хочет. Вот как если человек проявляет смирение. А вот другая притча называется «Зеркала». У одного тоже богатого человека была комната, где было множество зеркал. Зеркала были кругом на потолке, на полу, на всех стенах. И вот как-то в эту комнату забежала собака. Забежала, увидела вокруг себя множество собак и растерялась. Но потом она оскалилась и все множество ее окружающих собак тоже оскалилась. Потом она зарычала и все тут вокруг зарычало. Она стала лаять, стала бросаться на этих собак. И эта озлобленная, страшная стая также бросалась на нее со всех сторон. Вот собака провела в этой комнате всю ночь окруженная этой озлобленной сворой собак. Наутро нашли ее мертвой. У нее разорвалось сердце. А вот если бы собака зашла в эту комнату, увидев других собак, завиляла хвостом, то есть провела дружелюбие, не агрессию, а дружелюбие, то увидела, что другие собаки бы завиляли хвостом. И протянув лапу другим собакам в знак дружбы, она получила в ответ такой же дружественный жест. И закончить нашу встречу я бы хотел словами апостола Иакова из его соборного послания. Он как-то так сказал. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо всякий гнев человека не творит правды Божьей. В любом случае мы должны воздержаться от греха, от греха гнева. И в заключении может быть еще одну притчу. Один нищий сидел и хотел получить милостыню. Мимо проезжал всадник, увидел нищего и ударил его плетью. Он еще сказал, счастье тебе. Сидящий с ним человек говорит, а что ты ему пожелал счастья, ведь он тебе ударил. Если бы он был счастливым человеком, он бы не ударил меня плетью. Вот я и пожелал ему то, чего ему не достает. всего самого доброго да хранит нас все Господь. Боже славею, души моя Господа, и вся хорренье мое имя святое его, благослови, унижна em святое Getting зърр костер звонка хорош шоп водой İ котор